Два искусных стрелка. Получи! Восемь экстремальных испытаний. Шестнадцать автоматических ружей. Взгляд на историю использования автоматов. Всё это, чтобы определить, какой из ружей выдержит сложнейшее испытание. Это программа «Быстрый огонь». «Быстрый огонь» от Мидвэй-Юэсэй. Стерлинг Марк 4 против МП-7А1. Для этого выпуска «Быстрого огня» мы выбрали пистолеты-пулеметы Стерлинг Марк 4 и МП-7А1. Это обоснованный выбор. Ведь, несмотря на возраст Стерлинга, это эффективное автоматическое оружие. МП-7 — это современнейшая модель пистолета-пулемета. Интересно посмотреть, как покажет себя это оружие в стрельбе. Дэйв, покажи, что ты нам приготовил. Да, это отлично автоматическое оружие. Стерлинг Марк 4 — всё ещё почитаемый пистолет-пулемёт со свободным затвором. Из него очень легко стрелять. Он не уступает другим ружьям в современных состязаниях. Поразительно, как для старого оружия. Это современная модель так называемого оружия самозащиты. Новое поколение пистолетов-пулемётов стреляет патронами с гильзой бутылочной формы для лучшего проникновения и удобства управления. Это ружьё лёгкое в управлении, очень меткое и надёжное. Одна из последних моделей. Давайте рассмотрим механизм. Для начала проверим патроник, убедимся, что он пуст. Всё в порядке. При взведённом курке снимаем глушитель. Это обычный глушитель производства AAC. Здесь кладной приклад. Передняя рукоятка. Снимаем рукоятку. Нажатием кнопки вытягивания. Всё очень просто. Ясно. Вынимаем крепёжные пластины и цельный механизм. Разборный дизайн. Отклоняем затворную раму. Поднимаем. Отделяем затвор от рукоятки перезарядки. Снимаем пружину. Затем рукоятку перезарядки. Вот и всё. Остальные детали находятся в разборном приёмнике, произведённом из плава лёгких металлов. Механизм стёрлинга очень прост. Открываем патронник. Он пуст. Двигаем затвор вперёд. Откидываем приклад. Впрочем, может, вы знаете более простой способ разобрать это ружьё. Ты британец. Следи за тем, что я делаю, и справляй меня, если что. Хорошо? Этот приклад — модифицированный силок для кротов. Значит, то, что я прищемил пальцы, нормально, несомненно. Если не быть осторожным, можно лишиться пальца. Откидываем приклад, открываем прорезь, вынимаем крепёжную пластину, затем пружину, рукоятку перезарядки и приклад, состоящий из двух частей. Всё очень просто. Напоминает оружие «Звёздных войн». Между прочим, из него как раз стреляли бойцы штурмовых отрядов в «Звёздных войнах». Неужели? Да, там был короткий магазин и ещё парочка дополнений. В Голливуде за основу дизайна часто берут старинные ружья. К примеру, бластер Хана Соло — это Маузер Брумхэдл, лучевая пушка 1896-го. MP7 пришёлся мне по душе. Судя по его виду и потому, что я о нём слышал, он очень эргономичный, лёгкий в использовании. Там есть точечный прицел, это очень удобно, ведь я целюсь в основном левым глазом. Я немного подержал в руках стерлинг, и целиться тоже очень удобно. Кроме того, Дэйв Сей рассказал, что знаком со многими, кто участвует в соревнованиях с этим ружьём. И оно очень эффективно. Это отличное оружие. В отборочном соревновании для определения, кто будет стрелять из стерлинга, кто из MP7, стрелки будут выполнять задания с AR-10. Мишень — две монетки на неизвестном расстоянии. Тот, кто попадёт ближе к центру, победит. Целься и стреляй. Попал? Близко. Попал. Отличный выстрел. Точно в центр. Поставил на предохранитель? Да, поставил. Разрядить ружьё? Нет, просто отдай Иену. Не будем прерываться. Я целился в нижнюю часть головы на монетке. Так и получилось. Услышал звон и понял, что попал в монету. Это был мой лучший выстрел. Монета упала с мишени. Думаю, выстрел был близко к центру. Но не уверен. Вот и всё. Ты попал. Я прицелился, задержал дыхание, плавно нажал на спусковой крючок. Думаю, это был хороший выстрел. Майк? Иен. Нет, наоборот. Держите. Поздравляю. Поздравляю. Он ведь попал первым. Я знаю, но по правилам побеждает тот, кто попадёт ближе к центру. Ты выстрелил ближе к центру. Серьёзно? Да, ты победил. Это был отличный выстрел. Я поражён. Раз всё по правилам, я согласен. Выбирай оружие. Всё по правилам, выбирай. Ладно. Какой взять? Что бы ты выбрал? Я взял бы стерлинг. Хорошо, тогда я возьму этот. Круто. Всегда выбирай лучшее. Мы оба постреляем из них на тренировке. Выбор сделан. Теперь Майк с Иеном испытают пистолеты-пулемёты. Далее в быстром огне. Тренировочная стрельба. Быстрый огонь. Пистолет-пулемёт «Стёрлинг», который уже 50 лет на службе британской армии против MP7, который в производстве с 2001-го. Время тренировки стрелков быстрого огня. Оба ружья примерно одного размера, спроектированы для похожих целей. Испытаем их на стрельбище, там будет видно, какое ружьё эффективнее. Я попал? Все выстрелы в одну точку. Хорошо, Иен. Не надо жаловаться, не так ли? Майк, предохранитель. Ружьё разряжено. Что скажете, парни? Мне понравилось. Вызывает воспоминания. Майк, MP7 оправдал все твои ожидания? Так и есть. Классно стреляет. Хочешь попробовать? Я заметил, что он стреляет быстрее, чем «Стёрлинг». Да. Давайте постреляем на время, посмотрим, кто быстрее. Я возьму таймер и засеку твоё время. Хорошо. Так. По сигналу дашь несколько чередей, затем посмотрим, насколько быстро ты стрелял. Сейчас расскажу, что буду делать. Видишь, те четыре мишени. Я начну с ближней правой и попробую попасть по всем, не отпуская спусковой крючок. Хорошо. Ограничения в боеприпасах во время тренировок были практически сняты. Работники «Хорнеди» снабдили нас большим количеством боеприпасов специально для программы. Я решил извлечь из этого небольшую пользу. Мы зарядили несколько магазинов, и так как это состязание по стрельбе в автоматическом режиме, мы переключились на него и понеслись. Ты готов? Да. Приготовиться. Впечатляюще. На самом деле впечатляюще. Как думаешь, какой результат? 18 или 19 сотых? 11 сотых секунды. Не может быть. Быстрее, чем я думал. Каждый выстрел занимал по очереди 10,11 сотых секунды. Вот это скорость. Очень быстро стреляет. Быстрее, чем я думал. Быстрый огонь. Таймер редко определяет более короткие промежутки. Иногда 9 десятых. Как думаешь, Майк, таймер определит твое время? Сейчас узнаем. Держи таймер. Хорошо. Поближе к прикладу и глушителю, чтобы он срабатывал. Сейчас постреляем. Готово. Так. Готов? Думаю, готов. Приготовиться. Ты забросал меня гильзами. Прости, друг. Использовал меня как живой щит? Разряжено. Давай посмотрим. Любопытно. Не думаю, что это... Это неправильный результат. Должно быть, он определил скорость механического цикла. Или эхо с холма. Да, скорее всего. Поменяйтесь с ружьями ради интереса. Хорошо, я оставил тебе один магазин. Спасибо. При использовании автоматического оружия более быстрый темп стрельбы означает, что боеприпасы быстрее закончатся, и во время боя придется перезаряжать ружье. Это может быть недостатком. В зависимости от обстоятельства и ситуации, быстрый темп стрельбы может стать как преимуществом, так и недостатком. Цельтесь и стреляйте. Круто! Майк, ставь на предохранитель. Иэн, разряди ружье. Разрядили? Положите ружье. Класс, их нужно поперек стола. Готово. Отлично. Ружье быстро нагревается, что скажете? Я очень удивлен. Как для 9-мм пистолета-пулемет, он очень мощный. Им легко управлять. Посмотри, класс, ни одного промаха. Как ни странно, но слухи об MP7 подтвердились. Он действительно легкий в управлении, очень меткий. Отдача очень легкая, ружье не вскидывается, а лишь слегка колеблется. Судя по мишеням, вы готовы к главному испытанию. Приступим? Хорошо, пойдем. Идем. Оба стрелка приятно удивлены эффективностью своих ружей. Главное соревнование будет настоящей битвой. Смотрите далее в «Быстром огне». Быстрый огонь Быстрый огонь Наши эксперты изучили как Стерлинг Марк 4, так и MP7 А1. Ты закидал меня гильзами. Пришло время главного испытания. Оружейный эксперт Дэйв Сэй объяснит правила состязания. Для испытания Стерлинг Марк 4 и MP7 мы соорудили площадку с раздельными помещениями, в которых установлены мишени. Задача стрелка — проникнуть на площадку и нейтрализовать все мишени как можно быстрее. Удачи, друг, и тебе. Ты готов? Приготовиться. Они прямо перед тобой. Давай, давай же. Отличные выстрелы. Иэн. Вот это веселье. Разрядил? Да. Молодец. Ружье разряжено. Это было классно. Идем. Ты молодец. Не уверен, что это возможно сделать быстрее. Класс. Как он это делает? Спасибо, было весело. 14,3. Прежде чем начать выполнение задания, я несколько раз мысленно прошел площадку, так что все это я делал уже на подсознательном уровне. Когда я был в конце коридора, я знал, что попал по всем мишеням. Решил перезарядить ружье, так как к тому моменту у меня оставалось мало патронов. В итоге, когда я разряжал ружье, оказалось, что там оставалось всего шесть патронов. Я перезарядил ружье, принялся стрелять по мишеням с левой стороны. А когда дошел до конца коридора, перешел на мишени справа. Вот и все. Теперь то же самое должен проделать Майк. Бери ружье и начинай испытание. Отличное ружье. Праздительно. Качественное. Да. На тебя нашла ностальгия? Это точно. Моя очередь. Вперед. Через водную долину. Иэн прошел испытание со стерлингом за 14,3 секунды. Далее в быстром огне Майк отправится на площадку с MP7. Быстрый огонь. В соревновании с пистолетами и пулеметами Иэн Харрисон успешно выполнил задание со стерлингом. Настал черед Майка Сиклиндера с MP7. Майк, ружье выглядит короче, чем казалось раньше. Да. Да, мы сняли глушитель. Во время тренировки мы узнали, что ружье стреляет настолько тихо, что таймер не улавливает звук. Не хотелось давать Майку фору. С такими показаниями таймера я справился бы очень быстро. Да, секунды за три. Поэтому мы сняли глушитель. Уверен, теперь таймер сработает правильно. Во время тренировки я стрелял из ружья с глушителем. Нам пришлось его снять, так как таймер не улавливал выстрелы из ружья с глушителем. Без глушителя пистолет-пулемет ведет себя несколько иначе, но в целом стрелять из него очень просто, и оно легкое в управлении. Отдачи практически нет. В состязании все будет зависеть от меня, от скорости движений или правильного прицеливания. Не хочу тебя пугать, но тебе нужно справиться быстрее, чем за 14,3 секунды. Без проблем. У тебя очень старое ружье. Готов? Думаю, да. 14,3 секунды. Ты готов? Майк, приготовься. Хорошо, Майк. Станя. Довольно быстро. Ты молодец. Разряди ружье. Как тебе? Что скажешь? Это чертовски весело. Разрядил? Сейчас отодвину затвор. Хорошо. Ружье разряжено. Похоже, он сбил все мишени. Я начал из-за угла, за два выстрела сбил первую мишень, потом вторую. И верите или нет, но мишени я сбивал быстрее, чем мог двигаться. Нужно было бежать быстрее, по крайней мере, было такое ощущение. Я сбил первые четыре мишени, а в остальные пришлось целиться с более далекого расстояния, чем следовало. В конечном итоге я пробежал вперед, сбил две мишени и увидел еще одну у самой стены. В нее я попал, разворачиваясь. Повезло. Патроны закончились, когда оставалось две или три канистры. Так что, мне очень повезло. Майк справился быстрее меня, потому что перезарядил ружье во время долгого перехода от левых к правым мишеням. Из-за того, как быстро он справился с перезарядкой пистолета, он вполне мог побить мой результат. Ты отлично справился, я тобой горжусь. Твой результат очень хорош, но не так хорош, как у Иина. 14,46 секунды. Издеваешься? Нисколько. Ты был быстрее на 0,16 секунды. Поздравляю. Спасибо. Ты отлично справился. Иин, стрелявший из стерлинга, оказался быстрее соперника на 0,16 секунды. Давайте вернемся и обсудим, что мы выяснили. Вы оба молоды, я поражен. Мы правильно подобрали оружие для соревнований. Согласен. Спасибо. Идем. Было круто. Как видишь, H&K обладает преимуществами в эргономичности. Он сделан из полимера, им легко управлять, но стерлинг тоже очень эффективен. Кнопка сброса магазина расположена прямо на кожухе магазина, он легко меняется. Рычаг переключения находится прямо под большим пальцем. Выполнен в виде качательной рукоятки. Во время испытания оба ружья работали как швейцарские часы и стреляли невероятно метко. Что касается магазина, в твоем ружье помещается 35 патронов. 34. В моем — 40. Поначалу кажется, что это преимущество. Однако цикл стрельбы моего ружья гораздо быстрее. Так что патроны у нас закончились почти в одном месте. Да, одновременно. Все из-за скорости. Мы подвергли ружье одинаковым испытаниям, несмотря на то, что из них стреляли два разных человека, они справились практически одновременно. Кажется, впервые за все время у нас ничья. Согласен. Они настолько похожи, что определить победителя просто невозможно. Да. После главного испытания и долгих переговоров наши стрелки объявили ничью между Стерлинг-Марк-4 и ХК-МП-7. В следующий раз сравним автоматическую винтовку Браунинга и М249. Быстрый огонь. Быстрый огонь. Быстрый огонь. Быстрый огонь. Продолжение следует...